Во-первых, почему именно свою? То есть вы решили отойти от какого-то классического прочтения и внести именно свое восприятие. И второй момент, по какому принципу готовность программы, то есть как вы с Ярославом, Полиной, выбирали данные произведения, данных композиторов? Спасибо. Спасибо за вопрос. Во-первых, чтобы развеять сразу иллюзии, начальник здесь, Ларис Леонидович, поэтому мы с Ярославом ничего не выбирали. Нам было сказано, что вы играете концерт Баха-Реминор и концерт Моцарта-Реминор. Мы с Ярославом сказали его. А что написано в буклете, я, честно говоря, еще не читала. Поэтому про свою интерпретацию я не знаю. Борис Альчин, это ваши штучки? Так, Галина, Галина, вот это то, о чем я говорю. Когда пишет не профессиональный музыкант, он попадает на крючок. Я бы этого не написал никогда. Это просто желание сказать красиво, желание сказать хорошо. Конечно, это будет интерпретация. Полина, но мы музыканты никогда об этом не говорим. Это подразумевается. Просто дай бог уртекст донести. Но на самом деле действительно есть какие-то традиции в исполнении концертов. Но я об этом сказала уже чуть раньше, что мы именно принцип рассадки меняем. И таким образом мы уже немножко ломаем традицию. И, конечно, я, по крайней мере, моя интерпретация включает в себя, хоть я и не играю на клавесине, для которого написан этот концерт, я подразумеваю все-таки принципы исторически информирования исполнительства. И молодежный камерный оркестр ДКР, я надеюсь, меня в этом поддержит, хотя он не является специалистом в этой области. Но все это, знаете, нарабатывается. И коллектив молодой, и неплохо бы всем сразу освоить несколько манер исполнения, в том числе эту, без которой в наше время, конечно, совершенно невозможно строить большой репертуар разнообразный любому коллективу и солисту. В общем, надо какие-то иметь об этом понятия, по крайней мере. И мы к этим понятиям постараемся приблизиться. Да? Верния, я говорю. Солюб, даже дадать. Ну, а что касается Еголь, я вам скажу. Тогда я был, допустим, в консерваторию, в консерваторию. Я искал работу в музыкальной школе. И в основной школе в Зеленогорске я ее чудом нашел. Директор мужчины сказал, «О, у меня женщина в консерваторе, мужик, давай». И вот я приехал в эту школу, замечательная школа, под видом каплевом доме построил новое здание, там был приличный рояк, хороший педагогий. Но первое собрание. Вот у нас новый педагог, по-действию Березовский. Он должен знать, что у нас такие порядки, у нас демократия. Что я сказал, то и будет. Я на всю жизнь запомнил эту школу. И я вам советую ее тоже помнить. Не важно, мужчина вы или женщина. Шутка, конечно, но в этой шутке есть только доля шутки. Если бы я стал спрашивать Полина, Ярослав, что вы хотите сыграть на сцене? Ну, да. Закончился бы к завтрашнему. А на самом деле это очень концептуальный выбор, потому что, во-первых, концерты объединены не только величием, так сказать, создавших их композиторов. Понятно, что Бах и Монцарт – это вершины, которые присутствуют всегда в любом рекламе, в любом сезоне и так далее. Но, во-первых, все-таки считается, что Монцарт непосредственно все-таки является продолжателем Баха. Это и по принципу календаря, и по принципу размера ворования, очевидно. И, разумеется, тут есть очень хитрый тональный план, потому что оба концерта написаны в рейдинге, а, соответственно, это одна из самых драматических тональностей, которые есть вообще в мировой музыкальной тиражуре. И я так понимаю, что Борис Леонидович, как настоящий стратег, мыслительный философ, этим ре минорам хотел дать как бы жертву, принести вот этому времени, в котором мы живем, очень драматичному, очень сложному времени, в котором мы теперь не имеем никакого горизонта планирования, потому что у нас у классических музыкантов в принципе горизонт планирования это 2-3 года, когда мы расписаны, у нас трафики, какие-то гастроли и так далее. А сейчас горизонт нашего планирования он сузился до, может быть, 3 дней. Мы совершенно не знаем, вот мы даже сейчас сидим, у нас должен быть концерт 30-го, мы очень надеемся, что он состоится, но где-то глубоко, понимаете, там где-то на подкорке сидит, а вдруг не случится, а вдруг не будет. Мы теперь немножко отравлены этим, к сожалению, это очень сложно для концертных организаций, и я приношу вот просто в своем случае какие-то свои слова сочувствия Евгению Петровскому, который отвечает за репертуар огромного, какого-то концертной махины, и все это как бы на глазах, как карточный домик сейчас рассыпается. И в этом смысле вот этот выбор этого ременора, он, конечно, абсолютно какой-то такой позорвили, да, потому что это наше приношение этой пандемии, этому времени, это какое-то время, чтобы, знаете, какие-то важные очень вещи переосмыслить, передумать, и каким-то важным будут прийти. Я сам себя зауважал, а? Как вы видите, по-долагам, я честно скажу. Рекви Моцарта в ременоре, а Рахмановская любимая это нафист ременора. Этот концерт Бах, он уникальный, единственный в этом времени. Ременорф это ременорф. А чекуна чего стоит? А на чекуна, да, конечно. И вот не так умно, как Барин сказал, он ниже по-другому. Но где-то вот подобный ход был. А потом, понимаете, камерная музыка, она все-таки не Рахманина, не Сан-Санас, не Чековская. Камера, там очень немного инструментальных концертов. И даже, так она тоже написала, не очень много. Вот эти два концерта, новый камерный оркестр, молодой. Ну, смотрите, что может быть? Почему, мне кажется, программа вот. Ох, дай бог. Дорогу молодым. Дорогу молодым, конечно. Красивым, молодым, талантливым. Красивым, молодым. Это же страшно важно. Когда сможешь на сцене, он любоваться, эти записи хороши, но живое, это все-таки живое. Когда парень выходит на сцену с первым, вот, воедением, поклоном, боже. Красота. Ну, хватит уже, нахвалить. А, я делаю мужское. Вот так, вот так. Ну, это чисто правду говорит. Ну, что, здорово. Дай нам бог не заболеть, чтобы наши близкие не заболели, да, чтобы публика пришла. Пейте витамин С. А вы, в случае чего, пейте астерин. В случае чего, просто пейте. А за 5 миллионов, лучше здесь, за полторы, чтобы вы не закусали. Ну, что, я ничего не забыл. Нету больше вопросов? Нет, нет, можно? Ваши запросили. Дмитрий Московский, информационный агент, Стопима, вопрос. Ваш международный фестиваль, мне очень кажется, напоминает чем-то Олимпиаду 80, который породил в пяти городах Советского Союза 40 лет назад. В чем? Тогда в роли ковида выступил Джимми Картер, который навожил определенные сенсы, и очень многие международные с противной экономией не смогли за это приехать. Но тогда вышли, нашли выход из положения, и команды нужно выступать под олимпийским флагом. А сейчас таким олимпийским флагом, таким выходом из положения может оказаться, как сейчас, модно, стало онлайн. Онлайн, да. Предполагается ли у вас, ну, как... Да, я же сказал, все будет записано и выставлено. прямо, прямо, вот, нет, во время нет. Мы не рискнули. Вы понимаете, очень дорого и очень ответственно. Мы запишем, отщательно, мали там что, и уже поставили. Все, выведенное, точное. Но в самой, во время концерта, трансляции? Нет, не будет. Потому что, ну, это следующий шаг, а ты не хотелось. Я всегда думаю, что лучше чуть-чуть проверить. Вот все же на свете бывает. Там техника, она и есть техника. Наши особенно, да? Фаза, шмаза, что-то такое. Потом, когда пишешь, ты мирки падают. Телефоны звонят. Потому что никуда не деться. Только нашли, полуфранцузы не просят выпить телефоны, без полезного. Обязательно звонят. Вот есть какие-то зуансы все-таки. Каши. Маски. Ну, ну, что делать? Ну, это наша жизнь. Но все равно, какое счастье, когда уходишь с концерта. Я вам скажу по себе, ну, я музыкант, конечно, профессиональный, все-таки учился, играл, да? Но, кстати, я помню те концерты, которые я посещал. Они все ночи, но яркое осталось, понимаешь, только лет хорошо. А помню. Вот видите, насыпаюсь с концерта, музыки, такое, что оно, парень, залезает, а останется. Я всегда говорю, приходите на очень хорошие концерты, потому что это останется у вас, где-то там, в муке. Ну, вот. Все. Спасибо. Спасибо.